Приветствую вас. Давайте разбираться с тем, что вы написали. Совсем не оправдало родительских ожиданий, пишете вы. Забегая чуть вперед, хочу сказать, что вы пишете в конце, как начать новую жизнь. Ну, вообще вы подкорректировали своё сообщение, там изначально было, как начать жить своей жизнью. Так вот, это абсолютно противоречивые вещи, когда вы говорите, что совсем не оправдали надежд родителей своих, к примеру, с одной стороны. И с другой стороны, когда вы пишете, как начать жить своей жизнью. Вы определите, вы или живёте своей жизнью, и не думайте о том, чтобы оправдать чьих-то надежд, чьих-то ожиданий, которых всегда, коих всегда много, коих всегда масса и так далее. Вот. Либо вы, значит, преднаёте тот факт, что ожидания оправданы. Например. Вот. И, соответственно, нужно продолжать действовать в направлении, значит, оправдания и ожидания родителей. Но, забегая чуть вперёд, опять же, хотел бы сказать, что попытка оправдать ожидания родителей, заведомо дело очень бесперспективно, потому что это их ожидания, и никогда вы не сможете оправдать их ожидания. Правда, это их ожидания, это их желания, а есть ваши желания, ваши ожидания и так далее. То есть, пытаясь оправдать ожидания своих родителей, пытаясь оправдать, вы подавляете себя. То есть, тем больше вы пытаетесь оправдать ожидания родителей, тем больше вы себе вредите. Ну, а любящие родители никогда бы этого, как вы, я надеюсь, понимаете, не позволили бы. Никогда бы любящие родители не позволили быть, чтобы их ребёнок себя подавлял. Получается, что вас не любят. И возникает вопрос тогда, а зачем обрадовать ожидания таких родителей? Забегая чуть вперёд, скажу, что и отношения к вам к вашей маме вызывают большие вопросы. Дальше. Вы пишите в сюжет и гостите чувство вины, которое является, по сути, тем, что вам внушили родители. Потому что им так было выгодно. Понимаете, чувство вины – это адаптивное чувство. То есть, это чувство адаптированного человека. То есть, вы адаптировали к этому. Но забыли своё первичное чувство, которое у вас было перед этим. Забыли себя. Не защищайтесь. Вообще, интересно было бы у вас узнать, как всё существует у вас чувство вины перед, не знаю кем, перед родителями, возможно, перед своей мамой, и желание опять же жить своей жизнью, желание начать новую жизнь, как вы говорите, что забегающим вперёд является иллюзией. Вот интересно было бы узнать, как у вас два этих, на мой взгляд, абсолютно несуммитимых аспекта существуют. Далее, чувство вины – это индикатор требований морали по факту. То есть, это то, чего требует мораль, того, чего требует общество, того, чего требуют нормы. Но что есть норма? Что есть требование? Особенно, если вам это вредит. И вредит причём напрямую. Вот и спросите себя, что же делает чувство вины? Откуда оно? Какую цель преследует? Какова выгода? Дальше, родители завели четырёх детей, и сейчас троим дают высшее образование на платное основу. Это их выбор, и опять же, забегая чуть вперёд, хочу сказать, что образование для вашей семьи является вообще каким-то прямо, знаете, какой-то, ни много ни мало панацеей, что ли. То есть, образование – это самое главное. На самом деле, нет. Вот. Но это выбор родителей – завести от четверых детей, как мамы, так и отца, никто их не доставлял. Вот. И выбор, опять же, ваших родителей – давать высшее образование детям на платное основу. Когда была возможность перевестись на бюджет, у меня не получилось. А почему не получилось? То есть, ну… Опять же, с одной стороны, почему не получилось, с другой стороны, так, а, может быть, ну, как бы… И что для вас это значит? То есть, ну, не получилось, не получилось, что трагичного там не указал получается, не у всех. А папа с мамой всегда жили как-то не очень. Отец сбил маму, мы пытались их разнять. Ну, то есть, ваше… довольно… Жесткое… довольно жесткое ситуация была в семье. Вот. То есть, травмы, безусловно, детские травмы, все это нужно прорабатывать, высказывать, чувство выражать, облегчать, освобождаться от этого. Это только в процессе психотерапии, конечно же. Вот. Не разрешать, с кем общаться, не покупать ей одежду, и дома она тоже не выходит. Ну, понимаете, вот здесь мне бы хотелось, чтобы вы обратили внимание на садомазохистические отношения, да, то есть, так и напишите в интернете, садомазохистические отношения. Кто такой садист, кто такой мазохист, кто такой тиран, кто такая жертва. Это, кстати, последнее в треугольнике Карпмана подробно посматривать, вы можете тоже с этим ознакомиться. Ваша мама выбрала вашего папу, не случайно. То есть, в том смысле, что, как бы, вот, он не всегда так себя вел. Правильно, вы же пишите, что всегда жили, не очень. И это выбор мамы. Это выбор, выбор, выбор вашей мамы, как жертвы, как человека, который боится брать на себя ответственность. Она говорит, что я боюсь, что одна не потяну. Ну, так если ты одна не потянешь, зачем заводить четверых детей. Да? Вот логично, по-моему. Вот и дело. У этого есть причины. У вашей мамы страхи, опять же, подавленные желания, не уверены в себе, низкая самооценка, то есть, как у вас чувство вины и так далее. Вы много в этом смысле взяли от своей мамы. И вот важно понять, где вы, а где ваша мама. Где вы, а где ваш папа. Потому что ведете вы себя, как бы, в совокупности так, как ваши родители. К сожалению. Дальше. Дальше. То есть, все, что с ней происходит, это ее ответственность. Вам это нужно принять. И насилие по отношению к ней. И спартанские условия жизни ее. Все это, все это ее, как бы, значит, ну, все это ее выбор. Дальше. Значит, весь год я пробылал в жуткой депрессии, по поводу чего я принимала антидепрессантов, текаря. То есть, вам не назначила врач, вы сами приняли. Самолечение начали приниматься. Ага, потом бросила из-за чего вы бросили. Летом завалила все экзамены. Все. Ну и что? Что такого? Здрасте. То есть, по факту, получается, что родители вам смогли привить такое же отношение к учебе, как и у них. То есть, образование для нас, это прямо самое главное. На самом деле, это не так. И, как бы, если вы так переживаете, то по поводу экзаменов, по поводу передачи, ну, опять же, связано с родителями. Возможно, даже с папой. Но с папой, мне кажется, в меньшей степени. Потому что понятно, что ожидание отца вы оправдывать не хотите, вы хотите оправдать ожидание матери. Но именно у матери наиболее токсичное влияние на вас, наиболее деструктивное. Потому что отец, да, отец, он тиран, да, он кричит, он может принять насилие, он может наорать. Да. Но это все на поверхности. Это все вызывает агрессию, это все вызывает защиту, это все вызывает по сути, ну, вполне понятную реакцию. А вот с мамой часто сложнее. Мама, вы жалеете. Вы хотите ей помочь. Вы переживаете за нее. Вот это самое страшное, на мой взгляд. Дальше. Так, значит, на этой неделе последнюю. Ну, хорошо. Я так понимаю, что вы переждали. Все лето проплакало, ничего не выучил. А из-за чего плакали опять? Иду тупой. Что это значит? Я это, честно, не понял. Три года назад, как только поступала, говорила отцу, что хочу пойти в колледж среднего образования. Но зарабатывает на этой специальности. Очень хорошо. Он наорал, обматерил и заставил поступить туда. Нет! Ээээ... Саншайн. Нет. Не заставил. Вы позволили ему себя заставить. Вы позволили. Знаете, вы ведете себя здесь, как ваша мама. Ваша мама жертва, и вы жертва, к сожалению. То есть, наца, наца, ответственная на специальности, наца, это папа меня заставил, это папа виноват. Ну, как бы... Очень легко так сказать. Теперь мне стыдно и больно, что потрачено столько денег, а я ничего не сдавал. Так, минуточку. А если отец вас заставил это делать, так, может быть, это ему должно быть стыдно и больно? Если вам-то за что больно, если вас заставили, вы идите туда, куда вы изначально не хотите, как вы говорите. То есть, вы определитесь, опять же. Вы определитесь, и у вас здесь есть противоречие. Если вы говорите, что он нас заставил, то это целиком и полностью его ответственность. А если вам стыдно и больно, то это уже ваша ответственность. Но за что вам стыдно и за что больно, если это не ваша ответственность? То есть, вы, с одной стороны, ответственность не берете на себя, а с другой стороны, её же берёте. Вот из-за того, что вы ни туда, ни туда, ни сюда, у вас и проблемы. Определиться на этом. Дальше, всё было бы по-другому, если бы не пошло... Да нет, всё было бы так же, потому что у вас, ну, как бы, настрой, да, он похожий, он такой вот. Вот. Значит, так, теперь мне стыдно-больно, но сейчас я хотел спросить, из-за чего стыдно, из-за чего больно. Вот. То есть, как бы, ну, чем вызвана стыд и чем вызвана боль. Всё было бы по-другому, если бы пошла в колледж, нет, сейчас бы уже работала, вряд ли. Домой приезжаю раз в год, жалко маму. Вот. Видите, жалость к маме. Жалость – это одно из самых деструктивных чувств, которые может испытывать человек. Там, если жалость создаёт иллюзию, что всё хорошо, жалость создаёт иллюзию, что всё нормально, жалость создаёт иллюзию того, что, что, ну, что, значит, ну, что у человека относительно всё в порядке. Мать, какая штука. На самом деле, это не так. И то, что вам вашей маме жалко, вы, как бы, говорите, ну, мам, вот ты вот такая несчастная бедная, вы исключаете тот вариант, да, вы исключаете тот вариант, что это она сама. Вот это она сама. Что это её ответственность. Вот это она сама выбрала так жить. Понимаете? Какая штука. А вы, вы, жалостью, значит, ну, жалостью к ней, к ней, к ней, к ней, а себе только вредит, к сожалению. Вот. Что надо? Какая штука. Дальше идём. Так, значит, приезжаю, вижу её грустное ставшее лицо. Опять же, с её выбора к вам это отношение не имеет. Богом забытую деревню отца Хана и Цехабас. Ну, это она выбрала, она выбрала, выбрала вашего, вашего отца и она выбрала жить в деревне. Бывает, не могу, чтобы звонить сюда маме, звонить, спрашиваю, где мама, он вас такая, куда она делась в огороде, наверное, больше никуда не могла пойти в тиран. Ну, да, тиран, но он, он, это такой человек, это такой человек. Вы не говорите, что он раньше был другим, чем всегда был таким. И ваша мама выбрала его. И то самое главное, она выбрала для вас такую жизнь. Дальше материт её последними словами, она сдрагивает от его резких движений. Ну, понятно. Понятно. То есть, вы здесь в треугольнике Карпана, значит, отец тиран, мама жертва, вы спасите. Изучите эту тему, изучите эту тему. Вам нужно перестать считать отца к тиранам, нужно признать его а жертвой, б возможно больным, больным человеком, вы, то что он ни к чему не миновать, он поступает так, как может, исходя из его ресурсов. Вот и всё. Мама говорит, что не может уйти от него, потому что одна не потянет на вас. Ну, это разговорка. Это разговорка. То есть, она хотела дать высшее образование детям, она не стоит. А зачем детям высшее образование, если у них психика сломана? Самое главное образование. Что интересно, и отец считает также высшее образование, это самое главное. Только незамёк этим детям, что если психика сломана или если травмирована психика, то никакое образование на пользу не пойдёт. Дальше. Так, он ей пенсию не оформил дальше, хотя наоборот, а почему он ей должен пенсию оформлять, если она сама, как бы, этим должно пониматься? Не очень понятно. В разговоре всегда говорит командирский голосом, орёт и повторяет это не просьба, а приказ. Но это опять же, вот это вы жалуетесь на него. Вот он такой плохой, вот он такой икон. Он всегда таким был. И вам его нужно принять. Он вообще, если так в этом не был. В последний раз сказала, что не люблю приказа, а он любящий, больной какой-то. Да нет, не больной. Просто, это ещё раз повторяю, это такой человек. Я ненавижу своего отца. Вы перекладываете на него ответственность за свою несчастье и за несчастье своей мамы. На самом деле. Но, это опять же деструктивная позиция. Когда он отвозил меня на учёбу, остановился посреди дороги, подошёл к моей двери, снял штаны и достал справлять нужду. Прям напротив меня. Я отвернула голову, было жутко омерзительно. А в контексте этого действия какой? То есть, вы увидели в этом сексуальный бантик под текст, или вы увидели в этом унизительный под текст? То есть, как бы. В школе приставал старый гадкий учитель по физике, сильно плакал, а он ехитничал, хихикал, может тебе купальник беленький, купить беременничал, ослеп левый глаз, плачься в детский стационар. Ну а вы не думали о том, почему именно к вам пристал этот учитель? И вы не думали о том, что вам даёт ненависть, ненависть к этому учителю и к педофилам, что он? То есть, че их, че их ненавидят? Это больные люди, че их ненавидят? Они, может быть, и сами не рады от того, что так все происходит, им помощь нужна. Да, то, что они делают, это ужасно, но, как бы, сами ничего не случилось. Да, приставали, но, как бы, это неприятно. Тут момент такой, почему приставали именно к вам? И почему вы не смогли себя защитить? То есть, мне ставили, чтобы пожаловаться на учителя, мне ставили что-то сделать, просто плакали, нервничали и так далее. Вот вопрос в выборе вашего поведения. Понимаете? Это гораздо сложнее. Ненавидеть проще. Вот я раз ненавидим, всю ответственность переложим, все хорошо. Вот вам и ответ на ваш вопрос. Чтобы начать новую жизнь, но не перестанет меня других, что-то с вами происходит. Когда вы перестанете это делать и возьмите личную ответственность на себя, тогда у вас как-то все получится. Но самостоятельно, конечно, сделать этого не сможете. Для этого вам нужна помощь психолога. Поэтому обращайтесь за личной консультацией. Мы будем рады вам помочь. Если вас достали вопросы лично ко мне, пишите в личку «вудро помочь», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.